Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Гришина. Номер 343. События дня. Эпиграфы. Иакова 4.4. Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. 19 ноября 2016 года. И еще 4 местописания, которые говорят против дружбы с миром. Вот, прочитайте их. Надо затормозить, и потом читайте. Предлагаю здесь, к началу относится, посмотреть тем, кто ушедший из православной церкви. Дальше вот еще два, путь благовестия, это два ролика наших. Посмотреть мы с Сергеем беседуем с парализованным, с Козловым. Нажать на контур, нажмите, и сюда щелкните левый курсор, и оно откроется. Один служитель московской патриархии сказал, интересно, интересно, как он сказал, в семинарии. Давай поправим. Семинарий Духовной Академии мне дали очень много. Я научился так врать, что сам в это верю. Вообще не придумаешь же сказать. Я всегда говорил, что учатся в семинарии Академии, чтобы уметь защищать любое беззаконие, любое нарушение канонов. А вот это еще тоже как бы вдобавку того, что говорят, врать научились. И на прополу и врут. Тамара пишет. Игнат Тихонович, как у вас терпения хватило на этого парня из Беларуси-то? Столько времени на него потратили. И его глаза совершенно безумные. Благо в том, что для других слушателей это все на пользу. Ну, я говорю, сегодня выставил ролик, два зла сделал народ мой. Вот как называется. И пишу в администрацию видеоканала. Показывается, что семь комментариев. И вот смотрю, а там только два. Чуть меньше минуты прошло, и уже остался только один комментарий. Куда они делись? Или кто-то тут хозяйничает? Проясните мне это. Ответа пока не получил. Может кто знает, как это бывает. Почему? Показывает семь. Я через менеджер зашел. Там нигде ничего нету. Было два. Вышел оттуда, одно осталось. Прямо на глазах исчезло одно. Я на многое не получаю... Ну, не даю ответ, потому что не вижу. Наталья Усатая. Слава Христу Иисусу! Я в 12 лет тому назад поняла, что день рождения это мирской праздник. Я сказал, что не надо праздновать. А царя Ироди тоже читала. У меня волосы все на теле дыбом встали. Такая скорбь в сердце наступила. Я думаю об этом. Я думаю об этом должен прочитать каждый христианин из Евангелия. На вашем канале я только подтверждение получил о своих домыслах. Как вы о одной девочке говорили о дне рождения. Из этого видео я понимаю, что еще больше согрешила и других греху научила. А теперь все исправлять надо, а это сложнее всего. То есть день рождения вообще запрещено праздновать. Ты можешь только сходить в храм, причаститься, если приготовился, прочитать канон ангелу-хранителя. А самое страшное то, что священство справляет и деньги на подарки себе собирает. А народ до того ослеп, что уже сами прямым путем в гиену огненную идут без всякого страха Божия. Благодарю Сына Бога Живого, что Он послал мне вас. И вы еще больше открываете истину, которую никто не слышит и не видит. Я вас всегда молюсь и об общине. Очень радостно, что на другом краю земли кто-то переживает о спасении души. Аминь. Скрываю ли у него вопросы. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я создал группу ВКонтакте, где разобрал ваш трехтомник «Новый завет с толкованием» на изображение с текстом. Подписчики этой группы регулярно получают сообщение с текстом, толкование, 2-3 стиха, изображение, страницу. Как страница у меня идет там, ну, пейджмейкеры, так и отдается. Когда приходится книгу составлять, страницы просто туда берет и все. Информация о том, чьи это книги и прочее указаны. Знаю, что вы будете против, не будете. Но все же спросить об этом еще нужен. Вы не против? Может, кто-нибудь из смотрящих пользуется соцсетью ВКонтакте? То при желании можете подписаться на группу, чтобы получать рассылку, адрес группы. Как выглядит группа? Смотри на изображениях. Спаси Христос. Я отмечаю, да благословит вас Господь. Согласен и одобряю. Вот Ctrl я нажимаю и сейчас туда чахнуть попытаюсь. Вот она открывает. Для работы с сайтом необходима поддержка какая-то. Но не то открылось. Я не ожидал это. Но это очень просто открыть. Вот на нашем форуме. И вот последняя. Наша первая страница. И вот здесь мы сейчас и увидим, где он пишет. Вот. Вот она. Трехтомник. Вот он пишет. И вот эти изображения. Христос. Ученики сидят. Смотри изображения. Группа так выглядит. Ну и дальше. Православное. Толкование. Нового Завета. И следуйте Писание. И вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Яна 5.39. И далее. Предисловие. Так. Скачать в формате таком-то можно. Вот. Видишь, все показывает. Толкование. И картинки. Православное толкование. Матфея 4.1 уже идет. Это уже не первый раз, значит. И толкование. А вот как эта страница выглядит. Фотографирует страницу прямо из книги. Вообще я такого не видал. Ну дальше об этом говорит. Мне очень понравилось. Притом люди, это не нашего рода племени. Я его зазомбировать никак не мог. Некоторые придурки православные мне говорят. Это зазомбировал он вас. Ну то есть ненависть спалила этих людей полностью. Ненависть. Страшное дело. А вот новое сообщение нажимаю. Теперь вовсе это видать как. Ну и далее. Пишет. Пшиэн. Пшиэн. Не знаю кто пишет что. Это с одной женщиной мы тут говорили. Она о сыновьях своих говорила. И на нее нападать стали на меня. Что мы неправильно рассуждаем. Но я просто не имею времени отвечать. И никогда не отвечаю на это. Редко-редко, когда спрашиваешь что-нибудь, ну просто необходимо скинуть материал. Я сказал самое главное, а дальше мне комментарии давать только тогда, когда, ну явно нужно уже. Многое говорила, не записалась, была поломка. Поэтому смысл исказился. Но даже из того, что записалось, ясно же, что сыновья в последнее время жили и учились в православных школах для мальчиков, где воспитатели мужчины и условия далекие от тепличных. Семинария тоже своего рода школа для мальчиков, а не для девочек. И старший сын ушел в армию. Нет меня, а из семинарии. Как бы взял тайм-аут для осмысления. Мой личный опыт, все эти школы, семинарии, армии, ничто в деле спасения по сравнению с общиной Игнатия Тихоновича и подобными ей. Видите, как она оценила это. Может быть от этого опыта, от этого опыта, вам так хочется убежать, кому-то она обращается, видимо кто-то что-то не так ей ответил, и бежать аж за 2000 километров. Не убежите, Максим. Чувствуется, что вас преследует какой-то личный страх, раз такое большое расстояние для себя определили. Потому что то, чем вы занимаетесь, куром на смех, движение защиты мужчинковости, плагиат маниловщина, уклонение от чистоты веры в оккультизм и изыщество. Это ваш белый кролик, а точнее очень глубокое кролище нора. Откуда это взято? Рекомендую к просмотру. Но все же, каким вы появились у Игнатия Тихоновича и сейчас. О, это два разных человека. Пока вы с трибун вещаете о защите мужчин, войны и оружия, 77-летний старик, проповедник мира, собрался в Сирию. Так вот он, какой настоящий мужчина, вот он какой настоящий мужчина. Лицо при этом у вас заметно прокисло. Вот это ответ дают женщины. Я никогда не могу так ответить. Тем более, вот о ком говорится о мужчине. Этот человек для меня табу. Чтобы он мне не говорил, чтобы он не... Никак, я никак, я только молюсь его. Потому что мы познакомились с ним с кормой сейчас для него. И вот он меня может пытать как-то, говорить что-то. Я только молюсь. Я не могу перейти через эту грань. А они легко переходят. И особенно вот люди, которые связаны с миссионерскими отделами, они вообще жестокосердные. Я не конкретно о ком-то говорю. Вообще. У них каменные сердца. Они совершенно нерожденные. Не понимают. Дух Святой как будто покинул. Простые слова переворачивают. Пожалеть надо. Слезы видят. Они начинают издеваться. Да как так? У меня бывает где-то с кем-то, кто-то там скажет не так. Но чуть только потепление климата. Я стараюсь подарками завалить. И он опять примеряется со мной. Книги там подарить. Но здесь не так. Лесо прокисло. Вообще-то, как говорят, круто сказано. Ну, теперь я покажу наши ресурсы. У нас температура интересная. Сегодня 32. А обещают сколько к утру? 40? Не знаю. Ну, сегодня я даже что-то говорил здесь, сидел. 40 градусов. Вот. Первое это показать в моем мире. Я очень люблю эту структуру здесь. Или как сказать. Ресурс. Вот здесь большое. Им нужно легко писать, сообщаться. Почта. Вот она, почта. Заходи в нее и больше ничего не надо. Ну, а это наш православный форум во свете Библии. Вот он во свете Библии. Ленточный вариант форума. Открытым оком. Ну, и дальше наш видеоканал. Во свете Библии. Открытым оком. У меня одинаковое название. И я никогда не меняю ни фотографий, ничего. Вообще это не люблю. Подписчиков тут немножко есть у нас. 5 тысяч 375 просмотров. 4 миллиона 482 тысячи 916. Ну, это мизерное. И что интересно, на меня нападает, когда Андрей Кураев как-то сказал, говорит, Игнатий, это там гремущая смесь. Старообрядчество и баптизма. Как подхватили недруги. Андрей Кураев сказал, да он сказал еще со зла что ли-то. Он выразился так. А вот его спросите, а что старообрядческое? А то исполнение канонов. Он же не обвиняет. И он показывает, какая сила из этого получилась. Да, если можно опустите. Исполнение законов, четко прижироваться правил, постов, порядок во всем, щинность. Это он назвал старообрядчеством. А то, что я знаю Библию, считаю ее, поскорее помоги. Вот. Это назвал баптизмом. А спросите, а где старообрядчество? А Андрей ничего и не говорит. А какой баптизм? Нету ничего. А, ну, надо, он сказал-то, я рассказываю, что он под этим в виду. Он ничего другого не имел. Он очень расположен, когда говорил. Дальше-то, дальше по тексту не берут. Когда я говорю, что упустили, разбомбили, все в православии порушено. А он говорит, а Игнатий на все ваши эти, что вы там совещаетесь где-то, он не глядит на это. Не по слову Божию, значит, все. А для меня, говорит, не все равно. Мне важно, что епископ скажет. Он отозвался в самом хорошем смысле. Но даже это пытается на меня сказать. А мне просто смешно. Настолько, говорит, научились и брать, что уже и сами верят в то, что врут. Ну и дальше я не мог показать. Наш ресурс один такой. Во свете Библии это сайт православный, библейский сайт. И самое ценное, это вот вопросы 4124, разбитые на 55 папок. Вот, приходите. Ну а здесь книги «Новый завет» с толкованием. Для слова Божия нет уз. Здесь стихи, фотоархив, звук и видео. Вот здесь нажать, только на православный форум попадешь. Здесь нажать на видеоканал. Материал огромный. Сайт этот тяжелый. Я его начал когда делать, я сразу запросил, кто поможет открыть где-то подальше. Что если местные что-то ополчатся, я не знаю, кто тут хозяин. А то сразу в Новой Зеландии где-то открыть, там, в Скандинавии, в Индии или в Китае, в Японии. Ну и сразу открыли несколько сайтов в разных странах. Мне сообщили. Два только в Америке. Копии. Чтобы такое сокровище не пропало. Тут почти 50 книг аудио мной начитаны. То есть я же не для себя это все делаю. Я тут и не бываю. Вот. Архив Лапкина. Вот здесь вот тоже что-то. И не я составлял. Тут очень сильно грамотно составленный сайт. Красивый такой. Эпиграфы везде. И Слово Божие. Иконы какие стоят. Главный православный форум. Вот. Тут я сказал уже. Ну вот. А у нас что тут? Батюшка сегодня приехал отец Акима с Романом Малышом, который приехал в Потеряевку. Роман пошел тут купить надо. Не знаю, купил или нет. Роман, где ушел он? Нет? А Господь. Ну ладно. Отдыхать лег. И батюшка тут был. Отец Аким. Ну показать, как у нас есть. И сейчас снимаю. И покажи, как я сижу. Все эти этажи. А я прокомментирую. Показать. Ну-ка, давай-ка поставлю. Вот здесь сплю я. Вот. Это моя тут. Вот это. Залезу под это. И вот она где. Я ложусь. Это мое. Лежбище. А вот здесь вот Никита Андреевич лежит. Кошки днем. А там Володя. А теперь вот пришел. Вон она, видишь, вылазит откуда. Закрыть. А то дети одноет. А вот брат наш Роман. Сразу освободили полку. Тут тоже три этажа. Но пока завалены. Вот она лежит. Иж печку затопили. Где белая лежит-то где-то. Ты глянь, маленькая. Глаза-то открой. Чихо-тихо. Глянь, как она лежит. И уже туда не лезут. Они там лежали. А тут книжки даже не убрали. Он на них и лежит. Смотри, одеяло не урони. Никак. Иначе там задымится. Загорится. Тут все мы. Задохнемся. Печку тут это я сам делал. У нас так хорошо, уютно. Я называю затаренное пространство. Это Никитин. Прибор работает. А тут Володя работает. Покажи. Вот техника. Вот изобретение какое. Володя сидит тут. Это у меня маленький вольерщик для голубей был. А сейчас нету. Я котенка прячу туда, когда ест, чтобы старые кошки не обижали его. Вот она пришла. Ох. Да все шустрая. Ну все на этом. Попрещай. Попрещай. Попрещай.